Как видите, для курса я читаю несколько лекций, несколько часов лекции на блокчейн ловерс, поэтому, ну, в общем, вот так вышло. Сейчас только несколько часов. Это презентация на 2 часа. Я расскажу ее первую часть. Ну, и, в принципе, тут, как бы, стоп-слово, горшочек не вари, когда надо заткнуться, меня заткните, потому что я могу бесконечно разговаривать. И, в принципе, материала уже накопилось много. То есть у меня пока на курсе лекций уже на 6 часов. Ну, вот, как бы так. Поэтому я расскажу часть, остальное я могу просто показать, ну, чтобы вы увидели, какие вообще... Ну, некий предмет, но область постараюсь очертить. Ну, и надо понимать, что я юрист. Эту презентацию я готовил для юристов. Это, конечно, хорошо, что здесь есть люди, которые не сильно подружены в технологию блокчейна. И вот в некоторые такие юридические аспекты, потому что, да, вот это все-таки про некое корпоративное юридическое конструирование. Поэтому, в общем, постараюсь быть понятным. Но, тем не менее, практических вещей будет не очень много. И презентация еще у меня черная. А как вообще свет? Можно только вот это выключить? Не, можно вот так. Можно все. Не, ну, в принципе, я-то не против. Потому что картинка именно так выключается. Еще более, конечно, но это выговорили. А? Нормально, нормально так случается. Нормально? Да, то есть, что меня не видно, я могу говорить все, что хочу. Так. Ну, я юрист от моей фирмы юридической, мы обыкновенные юридические услуги оказываем. А вот это вся, ну, как бы, как базовое направление. Отдалось, смарт-контракт, это вот попытка найти себя в этом рынке. Базовая цитата, которая является определяющей, в принципе, для того, чтобы дальше рассказывать, это «Нет ничего, кроме текста». Это сказал Жан Деррида, французский философ в книжке Ольга Ромонатология, очень известный философ-лингвист. «Нет ничего, кроме текста». Именно про текст я буду с вами говорить. Мы с вами живем в текстологической реальности. Юристы, создавая весь массив бизнеса, они его создают посредством текста. Если ничего не будет написано в тексте, не будет, ну, как бы, не будет права, не будет юридического оформления происходящего в бизнесе. Нужно писать договоры, нужно писать уставы, нужно писать законы. Все нужно написать. Так вот, помимо того, что юристы что-то много пишут, есть еще одна профессия, которая тоже очень много пишет на очень специализированном языке, это программист, всем известно. Проведу несколько аналогий. У нас вот, например, если мы посмотрим на исходный код на ядро Linux, либо Windows, это по данным Таненбаума из современной операционной системы, то ядро занимает 5 миллионов строк. Если разложить это на более понятный для непрограммиста как бы вид, то это, если 50 строк на странице, 1000 страниц в книге, то мы получаем около 100 книг. То есть это приблизительно объем ядра, ну, Linux или Windows. То есть того, с чего мы не видим, но с чем мы прекрасно работаем на наших с нами ноутбуках. Ну, это как бы не самый большой объем строчек кода. Ну, вот здесь есть небольшая, все ссылки есть, это не я придумываю, небольшая как бы разглядовка по количеству строк кода. Вот здесь вот это 10, 20, 30, 40 миллионов строк кода. Ну, вот, соответственно, какие тут примеры. Windows Vista, еще Windows, Visual Studio, например, Facebook. 60 миллионов строк кода. В общем, как бы очень много. Давайте посмотрим на то, с каким объемом текста работают юристы. Это, например, исходный код Налогового кодекса Америки. Налоговый кодекс Америки там очень большой объем. Ну, вот он на данный момент выглядит вот так вот. Это 450 тысяч строк кода. Это, опять же, по тем же самым принципам около 9 книг. 9 книг просто, чтобы стать налоговыми юристами и работать в Америке. Чтобы понимать вообще, что происходит, и каким-то образом консультировать людей. Вот так вот развивался Налоговый кодекс. Обратите внимание. Это сроки с 1913-го, там, видно, вообще, не знаю. 1913-й, ну, и, собственно, 2014-й год. Это количество страниц. Ну, вот нашел страниц. Так растет регулирование налогообложения в Америке. Это просто текст. Это просто количество макулатуры, которую нужно поместить в сознание, чтобы понять вообще, что с этим делать. Ну, и как, как бы, с этим жить. Зачем я привожу эти два примера? Потому что мое четкое ощущение того, когда, ну, с того, как я погрузился в протокол биткоина, мне неизбежно пришлось погружаться в программирование. Я начал изучать Python, Java, я начал изучать Solidity. Я начал понимать, как это расширок объектно-ориентированно программировать, что-то модуль, что-то библиотеки. Вот эту вот всю историю. У меня четко в голове сложились несколько параллелей. Юристы это, ну, я назвал это для себя, юристы это социальное программирование. Юристы программируют некую бизнес-реальность посредством определенного специфического языка, который не все могут прочитать так же, как не все могут прочитать язык программирования. Ну, и как бы давайте проведем аналогию с программированием, то есть с машинным программированием. Есть программирование в социуме, ну, в виде правовых моделей, бизнес-моделей, динамических моделей и машинного программирования. Вот несколько параллелей. Социальное программирование и машинное. Погнали. Значит, у нас есть общество. Общество, давайте проведем аналогию, это то же самое, что сеть. Аналогии из мира блокчейна. Ой, так вот так. Аналогии из мира блокчейна. У нас есть сеть узлов. Каждый узел принимает и распределяет по сети какую-то информацию. Он ее сохраняет, он ее хранит, у него есть какая-то память. А право, которое существует в социуме, это некие правила игры. Если проведем аналогию с блокчейном, то мы видим, что у нас есть консенсус. Некое договоренное правило перетока информации в сети. Как мы работаем, как мы обновляем протокол. Право и консенсус. Дальше у нас есть некий управитель всей этой истории. В социуме у нас есть правительство, которое формируется благодаря тому же самому консенсусу. В сфере программирования у нас есть операционная система, которая управляет и железом, и позволяет управлять железом. Помимо этого у нас в обществе существует бухгалтерия. Бухгалтерия это те, кто считают. Все в мире права, все в мире экономики превращено в цифры. Цифра ложится в бухгалтерский баланс. Те, кто работает с предприятиями, те, у кого свои бизнесы, прекрасно это понимают. Вы оцифровываете все перетоки, которые есть в предприятии, в деньги, и формируете баланс. В операционных системах система расчетная. Ну, во-первых, сам по себе блокчейн это реестр, то есть это бухгалтерская по факту книга перетоков. Во-вторых, у нас основная функция компьютерных систем, это компьютер, компьютер, это расчеты, так же, как и бухгалтерия. У нас есть транзакции, то есть обыкновенные сделки, которые происходят в бизнес-реальности, и стоит транзишн, то есть те же самые транзакции в системе блокчейн, ну вот в неком как бы поле, да, в котором существует... Помимо в нашем обществе есть контракты, в блокчейне есть умные контракты. Тоже как бы смысл тот же самый. Создать некую трубу, по которой потекут деньги, то есть некое правило, по которому эти деньги будут перетекать. И как они будут перетекать. И, что самое важное для нашей сегодняшней дискуссии, у нас есть в нашем общем, у нас есть юридические лица. Ровно насколько, насколько в мире программирования существует приложение. Приложение это какой-то сложный комплекс логики, который в приложении что-то делает. Оно управляет какими-то процессами, какой-то информацией, с ним можно взаимодействовать. Так же, как с юридическим лицом. Он, собственно, для чего-то, для получения прибыли в этой конкретной индустрии, занимается вот этим. Ну и как бы связал это все в некий ур-борос, в некое бесконечное начало и бесконечное завершение. То есть, возможно, это мое предположение, что блокчейн-индустрия, связав воедино мир программирования и социальный мир, на самом деле является новым прочтением старых моделей. То есть, у нас есть возможность, проведя вот такие аналогии, воссоздать в крипто-пространстве те модели, которые у нас существуют в обществе. И как мы видим, как развивается индустрия, как развивается DAO, есть предположение, что это справедливое мнение. Мы повторяем, нет ничего нового подломать. Все новое, давно придуманное, старое. Мы находимся в точке перехода, мы претерпеваем изменение формы, содержание остается прежним. Так, ну это базовый обзор, что у нас есть в крипто-индустрии, не будем об этом останавливаться. Три виды токенов у нас есть, некоторые категории, некоторые особенности смарт-контрактов, на них не будем останавливаться. Остановлюсь лишь на том, что у нас есть смарт-контракт, они у нас собираются в децентрализованные приложения. Ну, то есть, есть у нас приложения обыкновенные, как в телефоне, как я сказал, комплекс логики, да. У нас с появлением блокчейна и в App3 появились децентрализованные приложения, которые бывают либо финансовые, либо полуфинансовые, либо приложения, связанные с управлением. Так вот, приложения, связанные с управлением, с говерненсом, это, собственно, и есть DAO. DAO это что-то благодаря, то есть, это некое приложение, которое позволяет нам чем-то управлять. Чем управлять? Мы, как бы, чуть попозже остановимся. Это символ DAO, это просто некое, это уже несколько философское отступление, DAO с китайского символа это путь. Ну, и для меня, для корпоративного юриста, вот эта вот новая форма организации, тоже своеобразный путь в будущее, в общем-то, я на нем нахожусь и пока сворачиваю, не собираюсь, очень интересные темы. Несколько волн, которые были, которые привели нас к текущему моменту, которые были в криптоиндустрии. Ну, появление биткоина, понятно, конец 18-го года, первая транзакция, 19-й год. После этого в 14-м году появляется новая идея, благодаря Виталию Кубутерину, который потусовался в мастер-коине, да, он создает вместе с Герриным Гудом эфириум. И тут же эфириумом заинтересовывается бизнес, заинтересовываются корпоратами, появляется энтерпрайз блокчейн, появляются приватные цепи, и, в принципе, немножечко вот эта вот вся такая криптоанархическая, криптоанархический туман немножечко спадает, и это все начинает приобретать экономические формы, понятные предыдущему поколению предпринимателей, да, эфириум энтерпрайз. В 15-м году все это превращается, ну, как бы, все это начинает превращаться в конкретные приложения, которые к этому моменту уже, ну, более или менее стали появляться, и появляется волна ICO. Волна ICO докатывается до 18-го года, ну, она на самом деле докатывается до 17-го года, когда у нас всех на все это дело посмотрел, сказали, да, что-то тут неправильно делается, давайте-ка вот мы сейчас тут мухи от котлет отделим. И мы докатываемся до нового понимания на рынке, который появляется в 18-м году, о чем мы вот какие-то токены выпускаем, а давайте мы будем акции выпускать на блокчейн. И появляется вся эта история, появляется законодательство изменений в Белаверии, в Гермонте, Вайоминге, в Канаде об этом думают, в Париже, во Франции. Типа, ну, а действительно, у нас есть огромный рынок ценных бумаг. Дематериализация акций, процесс перевода акций из бумаги в цифру длится уже 50 лет, если кто-то не знает. И сейчас на данный момент созданы огромные программные комплексы, которые обсчитывают фондовый рынок Америки. Несколько, не знаю, несколько дней, может быть, даже год назад объявили, сейчас создается огромный клиринговый дом, который будет клеить 5 самых больших бирж в Америке. Это огромная мощь. И вся эта мощь требует огромного, ну, огромных усилий, тут куча-куча всяких инфраструктурных компаний, которые там есть. Все нужно клеить, все нужно обсчитывать, все нужно транзактировать. Блокчейн это все меняет. Он убирает здесь этот массив и подкладывает под него одно транзакционное поле. Вот это как бы структура, я сейчас просто ее обрисую, это структура этой презентации, но как бы там, ну, не все еще куски, это структура вот, в принципе, тематики. Она несколько под юридическим углом, ну, просто специфическая тема, да. У нас совсем философский вопрос вот здесь, вот эта философия права. Есть на эта тема отдельная лекция, но она, наверное, будет интересна, ну, юристам, потому что там совсем такие какие-то кампусские истории про автономность, про гетераномность, про принуждение, вот как бы там такая тема, не буду касаться. Есть децентрализованная часть, про нее я сегодня расскажу, просто чтобы те люди, которые, ну, не очень погружены в некоторые аспекты, да, мы просто познакомлю с некоторыми ключевыми историческими явлениями. Есть автономность, она у нас есть не только в сфере ДАУ, там где-то, собственно, там ее и пока нет. Автономностью сейчас занимаются автономные интеллектуальные системы, искусственный интеллект, это как бы там нормально, более или менее понятно, автономность живет. Это роботы, это беспилотные всякие автомобили, вот они пока про автономность. ДАУ пока не про автономность, ДАУ пока всего лишь про автоматизацию. Ну, есть несколько аспектов того, каким образом наши юридические лица текущие, как их можно преобразовать, как их можно переложить на блокчейн и вот превратить во что-то новое, во что-то другое. Это кто-то живет вон там. Это вот не... Так, расскажу про эфириум. Ну, это как бы... Не-не, несколько аспектов. Эфириум появился у нас в пятнадцатом году, тридцатого июля был первый Genesis-блог. Ну, собственно, с тех пор они сразу, насколько я помню, уже тогда уже была концепция ДАУ, она была у них уже на сайте к этому моменту. Это несколько аспектов, которые нам подарила платформа эфириум, она дала нам тюринг-полноту, в отличие от биткоина, который не тюринг-полн, это базовый элементарный скриптовый язык, который позволяет только делать транзакции. Это наука вторая, это наука вторая. Эфириум дает возможность создавать циклы, создавать сложные логические структуры, которые и позволяют нам в итоге создавать некий бизнес-процесс, его программировать в виде DAO. Ну, смарт-контракты, стандартизация контрактов появляется, модульность появляется, библиотеки этих смарт-контрактов. И мы можем как из кубиков создавать огромное здание. Но для этого нужно... Это здание, если кубики этого здания сейчас собираются. Они называются ERC, Ethereum Request for Comments, так называемые. В общем, короче, горшочек варится, варится очень быстро и очень качественно. Ну, мне кажется, это сложно оценить, я уж совсем в протокол эфире не покажу. В общем, это очень круто. Мне очень нравится. Но небольшая цитата линуса. ТО-20 это, в принципе, то, чем я руководствуюсь, когда я сейчас занимаюсь сегодня серией истории. ТО-то с чипом и декортом. То есть, в принципе, юрист, если он хочет заниматься чем-то на блокчейне, если он не умеет читать код, ему как бы нечего делать в индустрии. Ну и в принципе, человек, который хочет в этой индустрии делать какие-то продукты, ну, было бы неплохо, если бы он умел читать код. Потому что эфириум и солидите, как язык программирования, он создавался как язык программирования бизнес-реальность. Это написано во всех программных документах. Эфириум программирует бизнес-реальность. Если вы хотите заняться бизнесом на блокчейне, надо уметь читать код. Ну, это вот ERC-20, это у нас ERC-721. Два, как бы, базовых, основных элемента, ну, буквально два слова. То есть, у нас есть вещи, которые не идентифицируются. То есть, они одни из множества. У нас есть множество апельсинов. Один апельсин ничем не отличается от другого. Это токены типа ERC-20. У нас есть ERC-21, когда каждый токен уникален. Это, например, крипты котят, и каждый крипты котенок уникален. Если мы хотим токенизировать картины, например, какие-то, и каждая картина будет жить в отдельном токене, у каждого токена есть ID. Мы можем привязать любое явление нашей действительности, привязать к нему какой-то токен. Можем делать группы явлений под токен, можем делать отдельные явления. И, как бы, уже они уже появились в лето прошлого года. Один из проектов Polymech, который занимается цифровизацией, созданием security токенов, то есть программированием ценных бумаг. Там, как бы, несколько таких проектов уже есть. Еще год назад появился, оно еще не было утверждено, оно исчезло, еще не утверждено ERC-14.00. Новый стандарт смарт-контракт, который называет программировать акции. Например, если вы покупаете акцию, у вас в договоре купли-продажи акции написано, эту акцию нельзя продавать в течение одного года. Вы можете пойти и продать, в принципе, если, ну, чисто теоретически это возможно. Если мы будем программировать то же самое на блокчейне, то у нас запрет на продажации будет зашить скот. Ее продать будет невозможно физически. И вот таких вот, таких вот плюшечек очень много в корпоративе, ну, в корпоративке, в такой классе, который называется Mergers and Acquisitions, то есть купли-продажи ценных бумаг. Ну, в том числе купли-продажи предприятий, дологают через купли-продажи ценных бумаг. Это позволит роботизировать рынок ценных бумаг. А значит, через это, через эту вот верхушку мы приходим к сознанию того, что роботизировать можно еще и внутренние кишки предприятий, ну, в данном случае, компании. Так, ну, есть у нас наследование, я тут объясню, что такое наследование, но, в общем, есть, программистам не надо это объяснять. Для непрограммистов просто можно создавать отдельные библиотеки и как из кубиков их собирать просто посредством неких отсылок в коде, которые делаются лучше просто. Немножечко... Немножечко более подробно про Далов. Первую вообще концепцию ее озвучил Дэн Ларример в 2013 году. Это один из создателей Иоса. Ну, не один, в смысле, создателей Иоса, создателей BitShares и всех этих историй. Вторым, более развернутой эту тему, объяснил Виталий Бутерлин. Наверное, у них концепции немножко отличаются. У меня сколько времени? У нас... Говори, говори, все нормально. Он создал вот такую, как бы, матрицу. Это его загрузочный документ. Вот он здесь, с 14-го года. Он просто собрал... На тот момент очень много насыпалось всяких идей. А кто же такие децентрализованные организации? А что же можно делать в блокчейне такого, как бы, большой тусовка людей? Ну, там много всего накидалось. Он все это попытался перевести в некую систему. Пока, кроме него, вот ничего более систематизированного, чем это, с точки зрения терминологии, нет. Базовая матрица, она следующая. Вот здесь есть внутренний капитал. Здесь есть... Здесь нет внутреннего капитала, да? То есть, ну, как бы, два куска матрицы. Здесь у нас есть люди в центре. Автоматизация в центре. Автоматизация на концах. Люди на концах. То есть, это, как бы, ну, некое, так может, не очень понятно, как бы, нужно сначала. Например. Вот, например, есть старая добрая организация, да? Скучные ОООшки. В скучных ОООшках есть люди в центре. То есть, нам нужны люди в штате, чтобы компания существовала. У нас есть люди на концах. Ну, то есть, мы взаимодействуем с людьми, чтобы что-то произошло. То есть, мы живем и люди, мы живем в мире людей. И есть, например, искусственный интеллект. Искусственный интеллект, он, как бы, автоматизированный внутри. Ну, то есть, он сам по себе является программным. Все его принятия решения внутренне закодированы. Ну, искусственный интеллект, как некая гипотетическая форма развития, да? С этой историей. И автоматизация на концах. То есть, он, как бы, живет в запрограммированной среде, и общается в этой же самой запрограммированной среде. Или, вот, например, есть роботы. Люди внутри. Это значит, что робот, он управляет. То есть, кто-то сидит за пультом. То есть, есть воля человека, который движет роботом, но который представляет себе некую автоматизированную систему. И вот здесь вот живут DAO. DAO, они запрограммированы внутри. То есть, это комплекс неких логик. Этих логик может быть много. Логика, например, распределения заработной платы. Ее же можно запрограммировать. Она очень простая. Каждую среду, там, или это, два раза в месяц, по вот этим числам, вот этим людям платить такое-то количество денег. Это же элементарно. Это просто алгоритм. Он повторяется из раза в раз. Бухгалтеры нажимают одни и те же кнопки. И банки давным-давно до этого допетрили. Они уже создают автоматизированные продукты. Где можно запрограммировать деньги в банк-клиенте, в какой-нибудь системе, в какой-нибудь заработной платы. Это автоматизация внутри. Но DAO не может как бы существовать полностью автономно. Потому что для каких-то функций нужен все-таки человек. Поэтому это DAO может нанимать для каких-то задач людей вовне. Ну и, собственно, тут останавливаться не буду без внутреннего капитала. Ну, вот есть, я не знаю, форум. Когда нет внутреннего капитала, то есть форум, в древнегреческом смысле этого слова. То есть люди собрались и о чем-то поговорили. Торренты, например. А? Торренты. Торренты, мне кажется, не тут живут. Они, наверное, где-то тут живут, нет? В демонах, скорее всего. В венонах, да. В общем, где-то тут. Где-то тут, да. Ну, собственно, есть несколько определений DAO, которые даны. Это определение дано в белой бумаге эфира. Именно в белой бумаге, а не в желтой бумаге. Так, странно вышло, что ли. Ну, хотя с точки зрения смысла такого явления, как желтая бумага, не странно. Но все еще сначала пускают белые бумаги, да. А тут как бы сначала выпустили желтую бумагу, а через пару лет выпустили белую бумагу. Ну, в общем, неважно. Есть некое виртуальное общество, да. Есть некая виртуальная сущность, которая состоит из каких-то участников, которые каким-то большинством, например, 67%, управляют фондами денежных средств и управляют правилами игры. Понятно, да? Есть запрограммировано где-то общество людей, которые путем голосования управляют деньгами и кодом, который, собственно, это все закодирует. То есть создают правила игры и управляют этими правилами игры по распределению каких-то денежных средств. Ну и, собственно, вот одно из заявлений Бутерина как раз по поводу того, что DAO существуя и жиля в интернете в принципе автономно, оно не может полностью автоматизироваться, потому что есть процессы, которые она сама сделать не может. Поэтому ей нужно иногда людей нанимать. Ну каких-то, через те же самые смарт-контракты, я не знаю. Те, кто такие, баунти-программы, да. Посмотрите, на мой подъем, я вам заплачу немножко денег. Ну, например, потому что сама DAO. Пока не будет создан, ну, как бы, пока к DAO не будет привлечен некий искусственный интеллект. А есть такая концепция, она называется AI DAO. Ну это вообще какая-то запределенная история, в общем. Ну и вот базовый пример, самый основной для тех, кто не знаком с индустрией. В шестнадцатом году с апреля по май прошла из всего компания Sloket. Компания Sloket – это компания, которая изначально пыталась сделать замки, которые бы работали на блокчейне. Условно говоря, у нас есть машина и электронный замочек, я не знаю, от отпечатка пальцев. Через блокчейн они хотели создать систему аутентификации. Дошел к своей машинке, приложил, машинка открылась. Видите, он занимался Sloket. И пока они создавали эту модель, основатель Sloket совершенно случайно написал код, который потом стал известен как код The DAO. И ему, как бы, подальше сказали, а чего ты, типа, давай, ну, бог с ними за замками. Давай вот эту штуку пульнем сейчас, посмотрим, что будет. Он такой, ну, давай попробуем пульнуть. Ну, они посмотрели, провели какие-то там базовые аудиты, с кем-то обсудили и пульнули. Причем их как бы пинали, типа, давай, давай, давай быстрее. Поэтому так, более-менее так, ну, относительно, ну, не на коленке сделано, но это не сильно продуманный правд. Это импровизация более того, это внезапное озарение. Они хотели собрать миллион два долларов максимум от силы, они собрали 150. Это вообще взорвало на тот момент рынок, это было самое большое из всего, но потому что самое необычное. Появилось первое The DAO, но оно не просто появилось. А, ну, как оно работает? Базовый принцип работы The DAO, это, в принципе, базовый механизм, ну, и так работало то самое большое The DAO. Что у нас есть? У нас есть необходимость собрать фонд денежных средств. Он называется MainFond. Для этого мы как бы говорим какими-то людям, которые у нас есть на рынке, дайте нам эфиры вот сюда накидайте, а мы по определенному алгоритму накидаем токенов этого DAO. Это просто математическая операция. Один эфир, одна эфир, ну, там формула была, ну, условно. Одна эфирка, один токен, да? Разбросали, значит, всю эту историю. Что у нас дальше происходит? Этим людям дают право голосовать. В ходе написано, что вы сбросили деньги, у вас появляется право голосовать. Право голосовать о чем? Право голосовать об инвестициях. Помимо этого DAO, который есть в сети эфириума, в сети эфириума есть еще одно количество проектов, децентрализованных, которые живут в сети, которым бы тоже немножечко, как бы, было бы неплохо на поддержание штанов, на разработку продукта. Поэтому находим в сети эфириума какой-то проект, у которого тоже есть токены, и даем ему эфир, а в итоге получаем тоже какие-то токены, там, каких-то проектов. Эти проекты развиваются, они приносят нам прибыль, а эту прибыль мы складываем в фонд вознаграждения. Если человек хочет выйти, то он, как бы, заберет основное средство и накопленную прибыль. А если чуть-чуть отщипнуть? Что? Возможно. Можно отщипнуть. Сколько угодно. Ну, в рамках того стейка, который у вас есть. В рамках того, что вы... Но там немножко не так все просто было. Да. И именно потому, что там было все не так просто, буквально не прошло и месяца. Сколько там? 28 мая они собрали. 17 июня... Ну, 20 дней не прошло. Да, взломали и вытащили оттуда, ну, на тот момент... Ну, в общем, 3,5... 3,6 миллионов эфира на тот момент только 50. В общем, одну треть оттуда вытащили. Поскольку качали как бы долго по времени, поэтому общество успело подсуетиться, они там прикрыли возможность выкачивать. Но... А? Ну, как бы, эта вся тема, она в итоге расколола эфир на две части и появился так называемый эфир в классе. 20 июля 2016 года на блоке 101 миллион 920. Что это значит? Сейчас немножко поговорим. Что произошло? Дело в том, чтобы для того, чтобы вытащить... Когда происходит голосование по распределению вот этого основного фонда, кто-то может же быть не согласен, правильно? Кто-то скажет, а я не хочу, чтобы вы туда инвестировали. Вот большинство проголосовало, там, 75 пускай процентов, вот они хотят туда провезти. Но я-то не хочу. Это же мои деньги. Знаете, я свои деньги не буду инвестировать в эту компанию. Как бы это сделал? И основатели проекта The Down придумали такую историю, ну, они как бы ее описали, механизм, который называется Majority Robs Minority Attack. То есть атака большинства, которое грабит меньшинство. Ну и как бы действительно, наверное, можно сказать, что в этом логике есть. Так же самое в обществах, когда в акционерах, например, когда голосует большинство, а меньшинство не согласно, то, как бы, ну, наверное, может показаться несколько несправедливо. И основатели, да, вы придумали следующую тему. Если вы не согласны с решением проголосования, то вы можете все свои деньги, которые вот у вас там есть, можете друзей взять, которые тоже с вами были не согласны. Вы создаете маленькое под-дау такое. Делается это благодаря функции split-дау. То есть человек, который не согласен с ней, он говорит, хочу разделить дау, хочу свою кучку вот как бы отложить, я и вот еще вот пара моих друзей. Вот мы кучку откладываем, это у нас маленькое, как бы такое, дочернее дау появляется. И мы этим дочерним дау управляем уже самостоятельно, уже без вашего, без этого большинства, с которым мы и не согласны. Ну и соответственно таким же образом сплитится reward fund, который сформирован. Ну на самом деле, вне зависимости от того, что это произошло через 20 дней, reward fund уже был. Он был очень небольшой, связан это было с тем, что когда была ICO, там была такая, то есть они не все время по одной цене продавали, а там цена, в общем чем вы раньше вошли, тем как бы дешевле вы могли купить токены. И там вот эта вот, как бы перебежка небольшая, в общем там уже деньги были. Ну это, это не супер жил. Ну в общем, короче, там есть несколько таких историй в программировании, как ретрости, рекурсивные вызовы, for back function есть такая, смарт-контракт, ну и такая история, как for stack, которая стоит там из 24-х вызовов. Но тем не менее, не буду вдаваться, как это все ломалось, в общем, из-за того, что там была, из-за того, что обновление аккаунтов, аккаунтов при вытягивании денег, то есть аккаунтов меня, человека, который запросил деньги, и того, где деньги лежали, могло немножко в другой последовательности, там появилась некоторая дырка в контракте, которая позволила это сделать. То есть сделано это было через функцию splitDAO, то есть хакер, он постоянно сплитил DAO, он сплитил, 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 постоянно куда какие-то деньги выходили. Это было сделано через рекурсию, то есть это был просто бесконечный набор вот этих вот. Но реально там ошибка в входе была? Там две строчки наста... Там не было ошибки в входе, это была не ошибка. К сожалению, я пройду и говорю, это была, это была, разница была в том, что сначала обновлялась, обновлялась аккаунта того, кто получает деньги, а потом обновлялся аккаунт того, кто деньги отправил. А надо мне, ну, логически понимаете, сначала обнулить аккаунт, когда урушили деньги, а потом увеличить. То есть это не то, ошибка это вот так просто был никто не подозревал что из это может вызвать какие-то проблемы но оказывается можно позволило создать как я уж не знаю прям такие аналитические статьи говорят действительно я конкретно не видел этих людей которые говорят им якобы обращали внимание на то что давайте вот тут вот конкретно неправильно переделал но поскольку ошибки в этом нет это не влеча собой неправильную работу дал просто как бы сначала появился до 50 миллионов именно благодаря вот этому вот неправильным последовательности обновлений как бы да потом сейчас все смарт-контракты все знают об этой ошибке же громче этого не было ничего об этом сразу узнаешь что-то хатер ничего не нарушил именно поэтому именно потому что он не нарушил возникла такая история как эфириум классик и более того в этот хакер вообще была дискуссия этого ряда чуть-чуть ко мне пристали я же вообще как бы них я просто делал то что то что было можно появляется концепция коды зло и все которые топят за эфириум классик они говорят вот это закон если вы так написали смарт-контракт несите за это ответственность ну а как как почему почему вообще возник такой дискусс потому что когда команда разработчиков эфириума поняла что ну что как бы беда 50 миллионов инвесторов это очень много на тот момент это составляла но я не помню на тобой по моему даже больше больше четверти точно больше половины всех эфиров вообще в обороте нет там было несколько сотен миллионов там больше полумиллиарда ну какая какая была на тот момент давайте будем имбирику давайте по сути хорошо ну так вот судевая часть в том что эти ребят скажем эти режима деле часть в нашей цепочки сеть рассчитывалась на две части произошел так называемый хардфорк вот в эфириум классики да у него как бы да у есть а вот в эфире новую изначальную базу откатили назад этого блока до момента совершения хакерской атаки и как бы хакерской атаки там все переведения на отдельный счет с этого счета разбросали в сиденье опять инвестор в общем так закончилась история за да но эта история для как бы индустрия она отразилась тем что именно благодаря дедау на всю индустрию обратил внимание все он выпускает 25 июля через год правда но тем не менее в 2017 году выпускает огромный доклад в котором он разобрал по кишкам все что произошло рассматривался рискал ребят вот у меня давно уже там около столет существует так называемый хауэй тест вами не слышали я вам типа рассказываю если вы привлекаете деньги то что бы вы ни делали какие бы вы на страшные истории не рассказывали если вы отвечаете критериям этого хауэй теста то вы привлекаете инвестиций а если вы привлекаете инвестиций у меня есть вот такой вот закончик 1 2 3 10 будьте добры сначала придите у меня спросите разрешение можете ли вы привлекать 150 миллион и кидать потом 50 миллионов инвестор а я вам скажу можно это или нет этот доклад есть здесь его стоит почитать он очень интересно в принципе он рубежный для для происходящего ну собственно как тут да тут есть есть у нас тарагон вот так вот он выглядит интерфейс есть у нас да вот так это площадка для роста не будет на них останавливаться у нас есть в колонии да шуму в общем они просто есть Dior, Distriplex, Dash, уже конкретно DAO вошли самый первый там был элемент DAO он как бы есть, MakerDAO, Dash, Dior, Dior, Moloch DAO в общем куча куча всякой истории я последнее на чем я смогусь я вам покажу есть такая компания знаете они написали framework для DAO партнеры мои очень хорошие знакомые вот они они создали у них есть такой модуль который называется money flow ну то есть он уже описан и он еще такой money flow это как раз к разговору в самом начале я говорил что мы можем автоматизировать ценные бумаги то есть как бы сам капитал да общение между акционерами по поводу уставного капитала данной конкретно там то есть это верхний уровень а можем заглянуть внутрь компании внутри чего-нибудь автоматизировать так вот они создали уже фреймворк для такой автоматизации как он работает у нас есть изначальный income-фонд в этом income-фонд это все смарт-контракты все вот это все это описано в смарт-контракт их там несколько ну еще мы сейчас не будем разбивать контракты просто у нас есть запрограммированные несколько видов фондов что это за виды фондов в income-фонд скакливаются все бабки отовсюду вот все приходы которые у нас есть в организацию они все ссыпаются туда оттуда деньги попадают в так называемый топ-даун сплиттер что такое топ-даун сплиттер это программа которая распределяет все деньги на очереди у нас есть сначала мы деньги положим сюда потом мы деньги положим сюда потом мы деньги если хватит положим сюда программа по распределению денег если дальше что происходит топ-даун сплиттер разбросал это по очереди по очередям сначала у нас деньги ушли в фонд который называется просто расходы В этом фонде, который называется «Расходы», он у нас работает по принципу абсолютных цифр. То есть этот фонд распределяет дальше деньги в количественном выражении. Здесь запрограммировано, что на зарплату у нас пойдет 5 эфиров. На сопровождение нашей жизнедеятельности, на интернет и на офис, у нас пойдет 10 эфиров. У нас есть подразделения, которые занимаются какой-то проектной деятельностью, им нужен бюджет. Каждому подразделению насыпем еще по 10 эфиров. Этим занимается фонд, который распределяет деньги в абсолютном выражении. И в этот фонд деньги попадают в первую очередь. Если после того, как мы обеспечили нашу операционную деятельность, у нас еще деньги остались, окей, давайте распределим бонусный фонд. Бонусный фонд – это другой фонд, который распределяет деньги в относительном выражении. Он распределяет деньги в процентах. Он говорит, 5% от всех денег я дам генеральному диреку, 50% дам. 10% дам его заму, 10% второму заму. Ну, какие-то бонусы распределив в процентах. Если у нас и после этого деньги остались, предположим, в этот фонд мы опускаем определенное количество. То мы можем еще фонды какие-нибудь сформировать. У нас есть резервный фонд, всякий пожарный. У нас есть дивидендный фонд. И базово завершая всю эту историю, у нас есть еще кнопка. Кнопка называется флэш. Такой слив такой глобальный. Когда у нас все эти деньги рассыпались, все зарплаты мы заплатили. На проектной деятельности деньги отверли. Бонусы заплатили. Все, всем все заплатили. У нас в резервах остались деньги. Мы можем нажать как бы на рубильник, и деньги уйдут конкретно физически. Ну, вот как бы туда. Например, дивиденды. Дивиденды распределили. Вот это внутренняя дама. Соответственно, мы можем констатировать, что да, у нас состоит из слоев. У нас есть верхний уровень опрограммирования капитала. У нас есть внутреннее опрограммирование, бюджетирование. И дополнительно сюда еще можно привинтить, и собственно, то, что сейчас в основном делают такие ребята типа Davastec, они привинтят сюда голосование, это как бы еще внешнее управление. Сюда можно комьюнити прицепить. Сюда можно подрядчиков тоже в комьюнити собрать, прицепить. Они все будут работать на каких-то смарт-контрактах. Ну, а давай вопрос подводим. Давайте. Вот еще штучка есть. У нас у меня камчан. Ну, в общем, все. У меня есть, как бы, вот тут я статейки пишу, программированные экономики. Можно почитать про всякие картинки, и можно в тележке подписаться на новостную ленту, посмотреть контракт на мигарах. Спасибо большое. А все есть. Вот здесь все. Все мои презы здесь. Заходите, читайте, смотрите. Леш, можно вопрос? Иван, извини. Может быть, эти вот стыковать, да, чтобы проектно, то есть делать кругоборот с финансами. Чтобы финансы не выходили во внешний инструктор. Еще раз вопрос. Ладно, потом. Можно, можно. Все что угодно можно. Можно потребительские общества затрагонировать, кооперативы. Все, пожалуйста. Любой каприз. Главное, в данном случае, и основная проблема, в том, что пока экономики не существует в кристаллете, она только-только начинает формироваться. То есть, я же, ну, я же хлеб не могу пока на эфир. Вот как только я смогу на эфир покупать хлеб, я могу полностью погрузиться в кристаллете. И все это по определенным юрисдикциям. То есть, в России это пока-то... Очень, очень, очень важный момент. В принципе, крипта, она предусмотрена как надюрисдикционная история. Но, тем не менее, пока регуляторы пытаются... Потому что они сейчас пока заняты квалификацией частных денег. А криптовалюта, как явление без всяких вот сифер-фюрити-историк, без ютилик, а вот просто как ничегошечка, типа биткоина, да? Это частные деньги. У нас есть монополия государственного имитирования денег. Они пока все... Они не понимают вообще, как с этим быть, как с этими деньгами. Они с ним пока заняты. Да, пока особо никто не квалифицирует. Придем как бы и к этому. Но, надо сказать, у нас сегодня... Сегодня первое... У нас сегодня второе. Первое. Мы уже с вами живем в государстве, в котором в гражданском кодексе существуют так называемые цифровые права. Это понятие было введено с 1 октября, вступило в действие изменения в гражданский кодексе. Мы живем в мире, где в нашем государстве признаются токены, они называются цифровыми правами, то есть некие имущественные права. И у нас есть смарт-контракты. Они у нас названы самовысполняемые договоры. В нашей юрисдикции, на данный момент, одна из немногих передовых, как бы странным это, может быть, многим не казалось. Не, ну первый шажок. Первый шажок. Сколько мы к нему ушли? Как минимум, как минимум, два года. Ну, это очень красиво. Для такой инновации это очень красиво. Ну, как бы, ну, да, шли. Еще будем идти, еще будут приниматься верные. А если про цифровые права говорить... Вообще... Вот, добро, брат. Вот тема... Если хотите, вы начали. Вообще, тема криптовалюта, технологии, да, там, программирование и юридическое. Если я правильно понимаю, юридическое, оно начинается с воли. Базовое внутреннее ядро... Тихо. Ну, как бы, философии права, это действительно воля. Тихо. По-настойчивости. Ну... Да, это воля. Так, по поводу, там, спора, дзэ дау, правильно, неправильно, да? Это же спор, что первично, собственно, человек или не человек, да? Ну, это тема, как бы, длинная. Философская. Философская такая. Но она... То, что вы опустили, как раз, Ивану. То, что мне было больше всего интересного, про философские моменты. Пожалуйста, не надо философствить. Это в отдельной лекции. Практика, только бабки, только хардкор, да? Да, как-то нет. В двух словах. Нет, просто вы, как юрист, вот, концептуализация этих моделей юридических, потому что там же внутри лежит структура и юридический конструкт. Да, да, но у меня про этот кусок есть, вот, отдельная тема, я обязательно не знаю. Да, вот, то, как это описывать, ну, математически, там, в виде отношений, там, применять теоретику, душевный аппарат, там, грубости, там, еще прочего. Вот эту же, вот, юридическую схему, как это надо преобразовать в форму. Здесь, скорее, даже не то, что... Есть, но, смотрите, но... Это очень сложно, ну, пытаться убедить юристов в том, в чем каждый юрист убежден. На протяжении двух тысяч лет цивилизации создаются юридическими моделями. Безусловно, изначально они их формируют, как бы, интеллект предпринимателя, его, как бы, гений предпринимателя. То есть, он это сформирует. Но право оно осмысляет и превращает это в встроенную модельку. Эти модельки существовали в виде текста. Сейчас эти модельки трансформируются. Поэтому без юридической мысли оно не будет ни обойтись. Может быть, это мое, такой профессиональной деформации же нигде без... Это, конечно, но есть просто байлоус, да, то, что вы слоус и байлоус. Да, байлоус – это внутренняя регулятория. То есть, если мы возьмем, извиняюсь, там, российское право, но для российского права есть, например, там много республик с мусульманскими традициями, да, там, мусульманских, там есть какие-то чеченские адаты, да, если мы их берем тоже как вид права, то это как байлоус, естественно. То есть, право, оно не обязательно возникает в приложении государства. Право, оно возникает в первую очередь и всегда в приложении к обществу. И государство является отражением права. Это, как бы, ну, короче, две монеты, одного, как бы, одного явления. В общем, это очень сложная концепция, она, ну, в общем, есть целая теория государства и права, там… Какое будущее нас, примерно, ждет? Какое будущее? Спасибо, сыновей, сыновей. Да, ты чего такого? Понятия не имею. А, хорошо, я понял, давайте я так отвечу. Не, ну, вот в текущее положение дел понятно. Вы же были на лекции, вот, которая была в четверг, да? Был, не до конца. А, вот так, просто, на этот вопрос… Да. Я ждал долго и не смог. Он очень простил, а вибратор подходит следующим образом. Он говорит, вот вы как бы пытаетесь мне навязать, есть у вас две базовочки, вы мне пытаетесь навязать превалирование формы над содержанием. Типа, мы же, мы назвали это, вот, как бы, ICO, мы назвали это, что у нас не ценная бумага. И Булета говорит, мне все равно, как вы это назвали. Я на это посмотрю своими глазами. Если пойму, что, по сути, это ценная бумага, это будет ценная бумага своими критериями. Если он может запретить, либо повлиять. Например, запретить доступ к… Единственный, как бы, нюанс в государстве, который не осознают простых смертных, они его не то, что не осознают, они его, как бы, не ощущают. Он называется, помимо воли, есть второй еще очень важный элемент философии права. Называется насилие. Не просто сила, а насилие. Согласен, он единственный, кто может это сделать. Вот теперь… Притом законно, что он делает. Вот теперь блокчейн… Да, законно законно.